Пссс, танкист! Приветствую тебя на своем канале! В этом видео я хочу показать тебе один из последних боев, сыгранных мною на объекте 907. Я его сыграла вчера перед сном, без стрима, а это значит, что ты его еще не видел, и его стоит посмотреть. Бой обещает быть интересным, правда, первая половина, скажу честно, будет... Скучноватая. Объясню почему. Карта линия Зигфрида. Если честно, я не очень люблю эту карту, и за 8 лет игры в World of Tanks у меня не сформировалось какого-то четкого плана действий на нее. Обычно я здесь играю по ситуации. То есть приезжаю на первоначальный отстрел, и потом очень-очень долго я туплю, катаюсь туда-сюда. Ну, как какашка в проруби болтаюсь и пытаюсь найти себе какое-то достойное применение. Не всегда получается. И это тот случай, когда я в начале боя очень долго тупила и не могла понять, чем же мне заняться. Почему я не поехала в город? Потому что на объекте 907 в городе перестреливаться против тяжей не очень приятно. Здесь, кстати, я очень хотела поставить 430-го на каток с уроном, но Паттон мне помешал. Так бывает. Больше 430-й не подставится, к сожалению. Так вот, почему я не катаюсь в город на 907-м? Потому что альфа у этого танка маленькая. Да, он скорострельный. Да, он может ставить на катки. Но для того, чтобы в нынешнем рандоме, в нынешних позиционках реализовывать этот ДПМ и подлавливать противника на моменте, когда можно его поймать на каточек и съесть с него много-много ХП. Ну, в общем, такой халявы у нас обычно не бывает. Бывает, но очень редко. Достаточно сложно реализовывается ДПМ. Проще всего, конечно, сейчас в рандоме играть от альфы, нежели от ДПМ. И я предпочитаю больше не лобовых каких-то перестрелках участвовать, а где-то за счет обзора, за счет маскировки, где-то на дистанции поиграть. Сейчас я понимаю, что у нас есть информация практически по всем танкам. Не светился только вражеский АМХ М4. И я, в принципе, могу поехать на зеленку для того, чтобы попробовать разобрать фейс-1. Там я могу встретить Чериотера, если он подъедет чуть поближе, что вряд ли это же ПТ-шка. Ну, может быть, какая-нибудь 44-ка приедет. Ну, или ЛТХ перекатится. То есть, в целом, бой-то с восьмерками и особо шустрых, опасных противников для меня как таковых нет. Еще и бой без арты, кстати, да. Была бы арта, не случилось бы такого боя. Я пытаюсь как-то отстреливать фейс-1, но рандом не на моей стороне, у меня не получается, пульки не залетают. Плюс где-то нужно было стрелять под калибром, а не кумулятивом. В общем, неугадайка сплошная. Я не очень уверена в своих действиях. Я продвигаюсь по зеленочке достаточно медленно, останавливаюсь возле куста для того, чтобы немножечко выждать момент. Вдруг, на случай, если вдруг кто-то из противников приехал на центр зеленки для того, чтобы его пересветить. Раньше, чем я сама засвечусь. Но никого не наблюдаю и все-таки решаю поехать дальше, поджиматься под центральный бункер. И с этой позиции у меня будут более выгодные прострелы, в смысле более выгодные ракурсы для того, чтобы пробивать фейс-1. Правда, он теперь не светится. И в этот момент я нахожу здесь сорок четверку, которая особой опасности для меня, естественно, не представляет. И буду ее без проблем забирать. Единственное, что здесь важно, не подставляться под правую сторону, там, где катаются как раз-таки фейс-1, пятьдесят четверки. Там под стеной у них хорошие прострелы на меня, если вдруг я неаккуратненько выкачусь. Здесь фейс-1 подставляется, я ему даю шотик. И больше, конечно, мне не получилось ему дать, потому что он уже закатился. Черриотер тоже не хочет подставляться, и при этом я еще и засветилась. Почему я не хочу проходить дальше? Потому что на шестой линии, на С6, возле бункера, на возвышенности, стоит гриль и борщ. Пройди я дальше, у них будут на меня прострелы. Пусть... Ну, рельеф здесь такой, что где-то есть хорошие прострелы, где-то прям мизерные прострелы, но точность гриля, сами понимаете, он может попасть везде, где угодно. Поэтому я не решаюсь поехать дальше запушивать зеленку. При этом я обращаю внимание на то, что город у меня потихонечку, потихонечку как-то проигрывает. Противники поджали, фейс один там наглеет. И, кстати, гриль тоже перекатился на зеленку, тоже хотел что-то поотстреливать, но, видимо, так же, как и я, не нашел себе еды здесь. И мы вместе с грилем уходим с зелени, потому что я понимаю, что на зелени от меня никакого толку, а в городе нужно как-то помогать. И к тому времени, когда я перекочусь примерно на К-вертикаль, как раз запушивают противники по 5-6, и их нужно будет уже встречать на выезде из вот этой вот окружной города. Подставляется 430-й, я дала ему урончик, пытаюсь там что-то еще какие-то прострелы найти, но по миникарте понимаю, что Т-30 находится не в простреле, его не может быть в простреле. Я продвигаюсь дальше, и мы уже проигрываем по количеству танков. 4-7 счет. По хп не прям критичный разрыв. Здесь подставляется 2-7-7, и, как обычно, у меня не залетает. В этом бою у меня очень много таких выстрелов было, где у меня не попадало, не пробивало. Ну, где-то, конечно, особенно в начале я не прям такие, чтобы выцеливала, я там больше на пофиг стреляла. Вот. Но по ходу боя очень много таких выстрелов было, и у меня с этого, конечно же, подгорало. Шот по 2-7-7 был такой довольно-таки везучий. 50 на 50 можно было не попасть, потому что такой пикселечек торчал. Кстати, хочу заметить, для этого боя, для записи видео, я включила настройки графики максимальные. Я с такими не играю, у меня настройки графики поменьше стоят. Тут много всего лишнего, травы больше, и некоторые прострелы, я сейчас вижу, что их не видно в реплее с такой графикой. Вот, поэтому я не советую ставить максимальную графику, не советую выкручивать траву на максимум, потому что где-то из-за нее просто банально не будет видно никаких прострелов. Что у нас по бою? Получается 6-12 счет, счет критичный. Я выбрала эту позицию, потому что она очень удобная. Здесь есть холм с возвышенностью... Холм с возвышенностью, бурочки. Синий карандашик, карандашик синий. С кустиком, из которого можно подсвечивать. При этом есть яма, в которой можно спрятаться. Есть вокруг различные бункеры, то есть можно туда-сюда мансить, как-то разводить, пытаться противника. Я осталась с грилем на этом фланге, и мне нужно ему подсвечивать для того, чтобы максимально реализовывать его орудия и максимально быстро сократить разницу в хп. У гриля успешно получается наносить урон по моему засвету. Я, конечно же, очень радуюсь. Тут вот получилось подловить вновь гриля. Я его забираю. Потихонечку мы сокращаем разрыв не только в хп, но и в стволах. И все-таки достаточно сложная ситуация. Нас осталось трое, а их шестеро. В этот момент я даю два очень важных выстрела по М4. Возвышенность здесь такая, что хватает высоты для прострела нулевой линии. И М4 вражеский стал шотный. Вижу, что черриотер поджался под самый ближний бункер. И на самом деле это огромная проблема. Его нужно убивать. Он будет очень сильно мешать. Ситуация такова, что противники сейчас нас будут окружать всяческими способами, разводить. И вот уже моего союзного гриля, который такую добрую службу мне сослужил, так хорошо мне помогал. Его разобрали. И я осталась одна против шестерых. Черриотера я только что забрала. Получается, идем на колобоса. Против шестерых. Уже осталось пять противников. Т-десятый шотный. Его нужно как-то забрать. Но бачатик, новый, вот эта такая мелкая козявка, хоть и восьмой левел, но она может очень сильно мне подпортить игру. И мне нужно под него не подставляться. Все-таки у него в барабане есть четыре снаряда, и в корму он таки меня пробьет. Да и в лоб-то тоже может, если там где-то плюс-минус двадцать пять залетит. На базе у нас стоит на захвате один противник. То есть времени вообще-то мало. То есть чуть меньше минуты, но противников много, и разобрать за минуту всех, чтобы еще успеть сбить захват, довольно-таки проблематично. Я выкатываюсь с разных ракурсов этого холмика, для того, чтобы попытаться кого-то подловить. Я понимаю, что бачатик сейчас что-то будет делать. И мне очень важно убрать этого бачата, потому что это самая главная проблема. Сейчас он меня высвечивает, он мне не дает поехать сбить базу. И здесь мне сейчас повезло. Он подгорел, сгорел. Я его забрала. Я остаюсь одна против троих. И тут четырнадцать-тринадцать секунд до захвата базы. Мне нужно спешить. Я специально сделала такой крюк, чтобы немного отсветиться. Четыреста тридцатый не попал по мне, потому что я, скорее всего, вот-вот отсветилась. И тут уже сто процентов захвата базы было. Я успела выкатиться и забрать М4. Он дал мне один шот, но как хорошо, что он был ваншотный. Я успела на последних секундах. То есть сто процентов захвата уже было, но захват не успел зафиксироваться. И вот в этот момент, я не знаю, что случилось с 430-м, Малина 0.7. Возможно, Малинка писала что-то в чат Борщу, но не очень выгодный, не очень удачный момент выбрала для этого. Не знаю, что там произошло. Может, вылетело, может, залагало. Я ее забираю. И хочу заметить, в момент, когда я первый шот от Борща где-то там несколько минут назад танканула, я не обратила внимания на то, что там была альфа 750. Я не обратила внимания на то, что он топовый. То есть у меня было много ХП, и я такая вот все на расслабоне, еду, принимаю одну тычку, а тут, оказывается, тычка прилетает на 750. И сейчас у меня уже проблема, потому что я не выдержу еще одно пробитие. У него альфа больше, и мне нужно как-то его размансовывать. Остается две минуты до окончания боя. Я здесь подставилась. Я очень сильно подставилась. И просто спасибо за то, что это 907-й, за то, что у него такая рандомная броня, и что Борщ меня еще раз не пробил. Если бы это был какой-нибудь, например, 140-й или 62-й, он бы меня сейчас просто забрал. Ну, в этих случаях, да, пожалуй, объект 907-имба. Но я не люблю его так называть. Такой у нас интересный бой получился. Одна против шестерых. Я понимаю, да, это была нубка без арты, но все-таки в конце мне пришлось очень-очень попотеть для того, чтобы развести эту патовую ситуацию. Так сказать, попка в мыльце была в конце. Все-таки получилось у нас победить. 9 фрагов. И там еще блайндик заходил. 8 200 или 8 100. На скрине вы увидите скрин. Обязательно сейчас передо мной нет скрина. В общем, больше 8000 урона. Немножечко там ассисты. 9 фрагов. Одна против шестерых. Куча медалек. Медаль Колобанова. Медаль Редли Уолтерса. К сожалению, нету медали Пула. Для медали Пула мне нужен был еще один фраг. Но его уже негде было найти. Вот такой вот интересненький бой. Я хотела с вами поделиться. Я поделилась. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии под видео, что вы думаете насчет этого боя. Имбали Объект 907. Стыдно или не стыдно выкладывать бой в нубке. И все, что вам приходит в голову, просматривая этот реплей. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лосики. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!